Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 февраля. Память преподобного Кирилла Новоезерского чудотворца. Преподобный Кирилл родился от благочестивых и богобоязненных родителей в городе Галичи. Еще будучи отроком, Кирилл почувствовал непреодолимое желание быть иноком. Тайно оставив родительский дом, Кирилл ушел из Галича на реку Обнору в обитель преподобного Корнилия, о которой слышал от своих родителей. На пути туда Кирилл увидел старца, украшенного сединами. На вопрос старца, куда идет он, Кирилл отвечал, что идет к обители преподобного Корнилия. А до обрефьего намерения старец велел ему идти туда вместе с собою. На другой день они подошли вдвоем к обители преподобного Корнилия. Не доходя немного до обители, старец, дав наставление отроку, долгое время молился о нем. И затем, показывая рукой на обитель, сказал «Иди, чадок, блаженному Корнилию, а я буду просить блаженного Корнилия принять тебя в иноке». После этого старец благословил отрока и стал невидим. Оглядываясь вокруг и не видя старца, Кирилл уразумел, что то было Божие посещение и возблагодарил об этом Бога. Придя затем в монастырь, отрок со слезами умолял преподобного Корнилия принять его иноком в свою обитель. Предвидев в нем избранный сосуд Святого Духа, Корнилий принял его с любовью, постриг выноческий чин. Кириллу тогда было около двадцати лет. Молодой инок весь предал себя Богу и с горячей любовью начал совершать подвиги иноческого жития. Родители Кирилла долго искали его повсюду и, не найдя нигде, плакали о лишении сына. Через несколько лет родители узнали, что Кирилл пребывает в обители Корнилиевой. На двенадцатый год пребывания там Кирилла отец его пришел туда и постригся с именем Варсонофия. А через некоторое время получено известие о матери Кирилла, что и она, пожив добродетельно и благочестиво, также скончалась в иночестве с именем Елены. Отец Кирилла прожил в обители три года в посте и молитвах и приставился ко Господу. По кончине родителей преподобный Кирилл стал подвязаться еще усерднее, прилагая труды к трудам, работая и в поварни, и в пекарни, обходя все монастырские службы. Стремясь к высшему совершенству, преподобный Кирилл решился вести жизнь отшельническую в глуши лесов. По благословению святого Кирилла Корнилия отправился он на север ходить по пустыням. В пищи его составляли то разные травы и коренья, то кара сосновая. Чаще приходилось им увидеть зверей, чем людей. Оттуда приходил он по временам в пределы Новгородские и Псковские, и там поклонялся святым местам, молясь Господу, да укажет ему место для постоянного пребывания. По небесному указанию блаженный Кирилл отправился оттуда к Белому озеру и затем пошел к Тихвинскому монастырю во имя Пресвятой Богородицы. Еще три дня молился Богу и причисто его матери. Во сне явилась ему Богородица и велела идти к Новому озеру. С Кобылиной горы преподобный увидал посреди озера Красный остров, поросший лесом. На этом острове увидел Кирилл огненный столб, на том месте, где ныне стоит монастырь. Из чего он понял, что то место указано ему Богом и причистой Богородицей. Прибыв на этот остров, преподобный поселился там под высокой келью, устроив из ветвей ее хижину себе. Здесь явился ему во сне ангел Господень и сказал, что это место уготовано ему Господом. Пробудившись от сна, Блаженный пошел к тому острову и увидел около своей хижины следы от ног человеческих. По этим следам он дошел до селения Шиднем и у крестьян этой деревни просил разрешения поселиться на том острове. Побысив просимое, он построил себе там келью. На следующий год он построил здесь две малые церкви, одну во имя Воскресения Христова, а другую во имя Пречистой Богородицы Адигитрии. Во время пребывания своего на острове преподобный усердно подвязался в пасте и молитвах, претерпевая многие напасти и скорби от бесов и от злых людей. В течение времени вокруг Кирилла собралось много братьев, и на Красном острове основалась обитель, известный под именем Новоезерской. Достигнув глубокой старости, преподобный Кирилл был награжден от Господа даром прозорливости и чудес. Перед кончиной своей преподобный предрек обедствия, готовившихся для русской земли. «Будет, — говорил он, — на нашей земле мятеж между людьми, и беды великие. Прольется сильный гнев Божий, падут от меча многие, а другие будут отведены в плен». Когда же к нему подошел ученик его Дионисий и начал спрашивать преподобного, скажи нам отче, а потом что будет? Преподобный отвечал ему, «След за этим я видел царя, сидящего на престоле, перед ним двух юношей, имеющих на головах своих венцы царские, и дал Господь им в руки оружие на врагов, и все царства земные поклонятся сидящему на престоле, и наше царство будет умеренно и устроено Богом. Вы же отцы и братья, — прибавил преподобный, — молитесь со слезами Богу и причистой его матери о державе российского царства». Причастившись к святых тайн и оградив себя крестным знамением, святой Кирилл предал Господу Дух свой 4 февраля 1532 года и погребен в основанной им обители. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.